Привет всем любителям физкультуры и спорта! В эфире очередной выпуск программы «Реальный спорт Ульяновск» и я его ведущий Михаил Рассашанский. И сегодня мы с вами покатаемся на коньках, вместе с учителями физкультуры побываем на семинаре по гандболу, пообщаемся с одной очень спортивной семьей из Ульяновска и откроем отделение Олимпийского совета Ульяновской области в Димитровграде. И поможет нам в этом сегодня наш гость, руководитель спортивно-массового отдела регионального Минспорта Сергей Бурылин. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Рискну предположить, что минувшая зима для вашего отдела и для вас лично была не только снежной, но и жаркой. Так ли это? Действительно, зима была довольно-таки насыщена на спортивные зимние мероприятия. Одно из таких – это «Лыжня России», в которой в этом году, к сожалению, приняло не так много жителей Ульяновской области, ввиду введенных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. Были также мероприятия, посвященные и лыжным гонкам, и биатлону. И одним из последних – это «Лед надежды нашей» – всероссийская массовая акция, в которой порядка 200 человек, 200 жителей приняли участие. А вы сами-то успели покататься на лыжах или на коньках? Да, действительно успел, но, тем не менее, как бы всегда при организации мероприятий находишься немножко на той стороне, поэтому не всегда удается только свободное от работы время. Ну что ж, а мы все-таки покатаемся на коньках и побываем на всероссийской акции «Лед надежды нашей». То хоккей, то на лыжах. У ульяновца Сергея Амехина зима раскрашена исключительно в спортивные тона. Посему вот уже несколько лет он участник традиционной всероссийской конькобежной акции «Лед надежды нашей». Вместе с ним на коньках и сын Матвей. Глава семьи уверен – детей надо воспитывать на собственном спортивном примере. А если приходит мама или папа с ребенком, а лучше, чтобы двое, он видит, что они занимаются, ему уже как-то неловко в другую сторону уходить. Поэтому надо участвовать в этих мероприятиях обязательно и желательно всей семьей. Это всем пойдет на пользу. Наш мир сейчас компьютерный. Много сидят, не двигаются. А это вот способствует правильному развитию. Около 200 участников собрала акция «Лед надежды нашей». Среди тех, кто бежит в А2Ц «Волга спортарена» – не только воспитанники конькобежных секций, но и простые любители покататься на коньках. К самым юным из них – пристальное внимание со стороны профессиональных наставников. Ну, польза от этого есть. Может, кого-то, ребята, зацепим. Вот кто хорошо бежит, кто в первых призорах будет, то мы их вылавливаем и приглашаем на свои занятия. Беги, беги, скорее, 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 скорее. Нынешние состязания – наследие советского прошлого, говорят организаторы. Много лет назад активисты физкультурного движения надеялись найти будущих олимпийских чемпионов среди простых любителей коньков. Много воды утекло с тех пор. Однако средства и цель отыскать потенциальных звезд спорта не поменялись. Каждый из нас, как в той поговорке, надежды юношей питают. И каждый спортсмен, выходя на старт, он тоже имеет какую-то надежду. Надежду на победу. И если для ребят это их надежда, то вот эти ребята – это наши олимпийские надежды. 50 и 100 метров на этих дистанциях выявили победители акции «Лед надежды нашей». Все-таки без соревновательной составляющей не обошлись любительские старты. Самые резвые из участников получили медали, кубки и сувенирную продукцию. Сергей, а вот лично вы каким видам спорта отдаете предпочтение? Ну, моя душа, наверное, с детства лежит больше к игровым видам спорта. Я в детстве также занимался футболом, хоккеем. Ну, как, наверное, все мальчишки во дворе, то есть бегали там и в хоккей, и в футбол. То есть здесь есть определенный интерес до определенного времени. То есть я сам являлся участником открытого чемпионата города Ульяновска по мини-футболу. Ну, моя душа больше склонна именно к таким активным игровым видам. Вот в Ульяновской области развивается уже 80 видов спорта. Как считаете, стоит ли развивать новые или вот этого количества достаточно? Определенно нужно давать шанс по развитию, наверное, всем. А уже проводить какой-то анализ и расставлять для себя приоритеты. То есть что непосредственно, какие виды мы хотим развивать на территории нашего региона, связанные с историческим моментом. То есть так как у нас развитый хоккей с мячом был всегда. Поэтому здесь нужно, я думаю, что все равно провести глубокий анализ. Ну, а вот одно из направлений новых в Ульяновском спорте – это гандбол. И недавно в нашем городе побывал очень крутой российский специалист по этому виду спорта. Он провел семинар для простых учителей физкультуры. Побываем на этом семинаре и мы. Юрий Зайцев в отечественном гандболе – легенда. Около полувека из своих 73 он посвятил ручному мячу, воспитав олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Пик популярности гандбола в нашей стране пришелся на годы Советского Союза, вспоминает наставник. В каждой республике практически существовал интернат, где готовились спартакиады союзные и так далее. Сейчас Россия все это возрождает. Одним из путей возрождения ручного мяча в России и стал проект «Гандбол в школу». Он зародился на юге нашей страны, в Астраханской области, а теперь пришел и в Ульяновскую. Опыт соотечественников решили перенять активисты региональной федерации гандбола. «Гандбол в школу» – самый интенсивный и перспективный проект, который можно осуществить. Он может использоваться как третий урок физкультуры, на внеурочные деятельности. В рамках проекта и прошел семинар-практикум под руководством Юрия Зайцева. Его слушателями стали более 20 учителей физкультуры школ Ульяновской и некоторых районов области. А роль учеников досталась воспитанникам гандбольной секции, которая вот уже несколько лет действует в Корсуне. «Я считаю, что этот проект будет очень интересен детям, потому что эта игра очень динамичная, очень интересная. Я бы хотел, чтобы в моей школе еще одной секции у нас был гандбол». «Семинар очень интересный, потому что мы тут контактируем друг с другом. Тут новые упражнения, которые нам помогут в будущем». Проект «Гандбол в школу» не ставит перед собой задачи воспитать спортсменов высокого класса, говорят его авторы. Самое главное – показать шкалерам, в основном ученикам младших классов, азы ручного мяча и оторвать их от гаджетов и вернуть в спортивные залы. «Моя задача за счет показа простейших упражнений, которые доступны в любом школьном зале 24 на 12, мы должны с преподавателями сообща найти пути для того, чтобы просто была нормальная работа с детворой». Как один миг, говорят учителя физкультуры, и с удивлением понимают, что в общении с Зайцевым провели около шести часов. В награду всем и в качестве путевки в дальнейшую гандбольную жизнь – сертификат участника семинара, а также гандбольные мячи, чтобы была возможность не только на словах, но и на деле запустить из себя в школах проект «Гандбол в школу». Сергей, вряд ли ошибусь, если скажу, что спортивная массовая работа, которой занимаетесь вы со своими коллегами у себя в отделе, основывается на семейных традициях и ценностях. А много ли семей участвует в ваших проектах? И вот лично вы, как поддерживаете спортивные семейные традиции? Всегда радостно на массовых мероприятиях видеть целую семью, которые приходят от бабушек и до правнуков, внуков. То есть это действительно очень замечательно. Скажу, что в Лыжне России традиционно есть забег семей, которые родители привозят своих двух, трех, четырех детей, бывает и такое. То есть да, это классно, ведь, так скажем, спортивные родители – это спортивные дети, а дети – это наше будущее. Поэтому здесь только вперед. И при организации всех наших массовых мероприятий, большинство из, которые подразумевают какое-то массовое участие людей, то есть мы стараемся организовать отдельную категорию – это спортивные семьи, конечно же. Что ж, а наш следующий сюжет об одной спортивной семье Ульяновска. Известный дзюдоист Алексей Соловьев в ней главенствует. Его величество семья. Именно в этой номинации семья Соловьевых из железнодорожного района победила в городском конкурсе. Секрет успеха – это спорт. Папа Алексей – мастер спорта под дзюдо. По его стопам пошел и сын Артем. Мама профессионально занималась горными лыжами. А вот дочь Маргариту в 4-летнем возрасте отдали в фигурное катание. Когда мы узнали, что у нас будет дочка, мы сразу решили, что она будет фигуристкой. Это красиво, стильно. Это фигуры девочки. Очень красиво. Хореография тут же. А еще фигурное катание – это серьезный физический труд. Оказывается, фигуристы отжиматься должны уметь и подтягиваться, а еще и пресс качать. Шестилетняя Маргарита трехчасовые тренировки переносит стойко. Мне нравится кататься, делать всякие элементы. После первых двух часов занятий по ОФП есть у Риты и законный 10-минутный перерыв – воды попить и дух перевести. Я люблю, когда мне коньки зашнуровываются, потому что я могу посидеть, что-нибудь поделать. Пока дочь отдыхает, трудится мама. Надо ребенка экипировать и быстро коньки зашнуровать. Мама – первый помощник Риты и на тренировках, и во время соревнований. Когда она делала первые шаги, это было очень-очень трудно сдерживаться нам психологически, чтобы ей не показать, что мы волнуемся. Мы себя настроили, сдерживали, и она все выполнила. Она чемпион, молодец. За сына Елена Соловьева переживает не меньше. Артем вообще тренируется шесть раз в неделю. И в дзюдо у него на протяжении шести лет, кроме тренера Леонида Ануфрева, есть и персональный учитель. Это папа, который всегда рядом и подскажет, и расскажет, и любимым приемом научит. С ним интереснее бороться, потому что у нас здесь нету, в принципе, профессионалов. А вот как вот папа, он классик и мягкий, и непредсказуемый. Соловьев – младший дважды серебряный призер первенства области. А вот на ПФО в этот раз, по его словам, пролетел. Но молодой талант не отчаивается. Напротив, ставит перед собой высокие цели. Я хочу в следующем году на Россию отобраться уже. То есть на ПФО в тройку войти и на Россию. Соловьев-старший в свое время был призером первенства страны юниоров. Брал бронзу в чемпионат России среди молодежи. Сейчас продолжает успешно выступать в ветеранских чемпионатах. Сможет ли сын Артем повторить или превзойти результаты отца? В любом случае обрадуюсь, если превзойдет. А если нет, то не расстроюсь. В любом случае будет польза. Физически развить это как минимум. Если занимается спортом, то и учеба идет легче. Общение с людьми идет легче. Более коммуникабельно и более приспособлено к жизни. Это как бы их не здоровье в первую очередь. А как вы загадываете на будущее, что они выиграют или не выиграют, это уже жизнь покажет. Спорт в семье Соловьевых – неотъемлемая часть их жизни. Главная часть их жизни. Сергей, если продолжать разговор о традициях, то в Ульяновской области их, конечно, очень множество. А вот лично вы, какую больше всего любите? Ну, наверное, в данное время актуальна та традиция по проведению легкальтической эстафеты на приз газеты «Ульяновская правда». Она проходит уже ежегодно с 1943 года. Единственный старт не состоялся в 2020 году из-за сложившейся ситуации в мире. Традиционно в ней принимают участие все жители Ульяновской области в той или иной мере. То есть у кого-то бегали дети, у кого-то бегали родители, у кого-то бабушки, дедушки. То есть кто-то участвовал при организации этого мероприятия. Я думаю, что это, наверное, основная такая традиция нашей с вами Ульяновской области. А вы бегали на эстафете? Конечно. Так же, как и мои родители, так же, как и моя сестра, так же, как и я сам. То есть я бегал на протяжении, наверное, 4-5 лет в составе школьников, потом в составе СУЗов, УЗов. То есть да, действительно, принимал участие. Никогда не думал, что смогу поучаствовать с той стороны, именно со стороны организаторов в этом мероприятии. А сейчас мне предоставилась такая возможность именно проводить это замечательное спортивное событие. Ну что ж, если эстафете нашей уже больше 70 лет, то в Ульяновской области чуть больше года назад родилась еще одна спортивная традиция. Это проект «Олимпийский патруль». Недавно его авторы из Олимпийского совета Ульяновской области добрались и до Дентровграда. Один сплошной большой мастер-класс для юных дюдоистов, кикбоксеров, боксеров и борцов греко-римского стиля. Дентровадский фок победы высадился авторитетный спортивный десант. Броскам маленьких борцов учит чемпион сурдолимпийских игр ульяновец Евгений Голованов. Важность работы с детьми – это воспитать новое поколение, новых патриотов страны, новых спортсменов, которые будут проплавлять наш регион, нашу страну, международных соревнований, терапевтических. Главное, чтобы были настоящими людьми. Все эти мастер-классы, а равно как и проект «Время первых», инициировала региональная конфедерация единоборств. На своем выездном заседании актив организации создает Дентровградский филиал, возглавить который доверено известному боксеру, бронзовому призеру Олимпийских игр Сергею Кузакову, любимцу Дентровградских болельщиков. Конечно, хочется что-то сделать, принести своему государству, своим детям, ну и всем, кто хочет заниматься, дать свои знания, дать свое умение и увидеть результат. Это самое главное. Параллельно Дентровграде работает и проект Олимпийского совета «Олимпийский патруль». В рамках заседания у главы города награждает лучших спортсменов – биатлонистов Анну Батманову и Айдара Абдулина, а также их наставника Алексея Репина. Определяет базовые виды спорта, среди которых борьба, биатлон, легкая атлетика, бокс, плавание и другие. Правда, состав районного отделения Олимпийского совета и его руководителя пока не выбрали. Работы много, непаханное поле, и поэтому они сделали правильно и честно, то, что взяли неделю на обдумывание, на обсуждение со своими федерациями. Я думаю, через неделю мы получим того лидера, который будет двигать всю эту тематику, касаемо Олимпийского совета. Дентровград – 14-я точка на карте региона, куда добрался Олимпийский патруль. В начале апреля акции планируют посетить Новоспасский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова